Спуск от Зари к Второй речке. Девушка за рулём седана решила потягаться с фурой. Фура победила. Большой груз МАН шёл по проспекту Стоилет Владивостока, приближаясь к заезду на вторыреченский путепровод. Справа от него ехал седан Тойота Белта. Девушка за рулём Тойота решила перестроиться перед большегрузом в его полосу. Включила поворотник, начала манёвр и поняла, что водитель фуры пропускать её был не намерен. Ну что, ехал спокойно по своей полосе. Услышал трест по тормозам. Ну тут нервы, конечно, уже на пределе. Так промахал, 400 километров прошёл, гружёный. Часто эти же были под колёсами? Частенько бывает. Ну как бы так получается, что успеваешь среагировать, а тут уже специально держал расстояние, чтобы никто не влез. Всё равно влезу. Ну прошла бы чуть-чуть подальше, я бы увидел, пропустил. Повреждения Тойоты Белта незначительны. У многотонника ситуация посерьёзнее. И цены на детали манно-негуманные. Участники происшествия вызвали на место ДТП ГАИ. По словам рулевой Белта, водитель большегруза после аварии вёл себя грубо. Кричал. И у неё есть твёрдое убеждение, что не пропустил он её намеренно. Из принципа. Предположить, что кто-то по своей воле решит причинить ущерб автомобилю и проводить за тем время в пустых разбирательствах, конечно, сложно. Но в жизни бывает всякое. Ну ёлки-палки. Я не знаю, как ещё учить ёлки. Субтитры подогнал «Симон»